Добрый день! Это «Двойные стандарты» в студии Юрия Мацарски. Сегодня мне помогает вести программу мой коллега из Еревана, из Армении, Николай Тарасян, журналист, главный редактор информационного агентства «Пан Арменин». Николай, привет! Спасибо большое, что помогаешь сегодня мне. Спасибо и вам за приглашение. Давай поймем, что происходит сейчас в армянской политике. Почему мне это интересно? Потому что есть понимание того, что в ближайшее время, уже в июне, будут выборы досрочные. Это, если мне память не изменяет, вторые подряд досрочные выборы в Армении. До этого все как-то было более-менее последовательно. Причем эти вторые подряд досрочные выборы, как и первые, спровоцированы политическим кризисом. Действительно в Армении политическая жизнь такая сейчас лихорадочная? Или мы просто не все из Киева видим, не до конца все понимаем? На самом деле в армянской политике сейчас очень многое находится под поверхностью воды. То есть это невидимая часть айсберга, скажем так. Но самое главное, что нужно знать, что действительно у нас будут вторые внеочередные выборы, которые были спровоцированы войной и поражением, которое произошло осенью 2020 года, прошлой осенью, с потерей огромной территории, большей части бывшей Нагорно-Карбасской республики и размещением российских миротворцев там. Основной костяк оппозиции это предыдущие власти, предыдущие элиты, которые и нынешние власти заявляют, что на самом деле вся суть этой политической борьбы это попытка старых элит взять реванш, воспользовавшись поражением. Новые же власти утверждают, что при сохранении нынешней власти страна скатится вообще в тартараре, я извиняюсь за выражение, и ничего хорошего там не светит. Грубо говоря, политика у нас сейчас на самом деле лета, на самом деле жарко, и не происходит каких-то определенных митингов, митинговой активности как таковой сейчас нет, и сейчас ведется такая закулисная политика, закулисная борьба. Скажи, пожалуйста, а какая позиция у действующих властей, политическая позиция у действующих властей и у их оппонентов из предыдущей власти, они просто говорят о том, что мы хорошие, вы плохие, или есть все-таки какое-то соревнование более конкретных, более детальных программ? Программ детальных все-таки нет, пока что ничего не представлено, и соревнование идет вот именно на уровне, как ты отметил, мы хорошие, вы плохие. Страна довольно-таки наэлектризована, потому что поражение подстегнуло вот этот политический кризис, и сами по себе вот эти выборы, которые здесь в этот раз произошли, мы тоже к ним пришли не сразу. Сперва были долгие митинги, когда власть очень долгое время отказывалась идти на какой-то компромисс, и она заявила, что в обществе нет запроса на новые выборы, потому что вот эти митинги оппозиции, они были сравнительно немногочисленными. Потом произошел, потом у нас, в принципе, можно сказать, что триггером, который привел к выборам, послужил, скажем так, бунт генералитета, который потребовал отставку Никола Пашиняна после скандального его заявления о Искандерах и последующем этому увольнении замначальника Генштаба. И чтобы погасить вот эту волну протестную, Никол Пашиняна заявил, что власти все-таки пойдут на выборы. И вот сейчас мы идем на эти выборы с надеждой хоть как-то разрешить политический кризис, который у нас сложился. Вот тоже интересно. Мы отсюда наблюдали, нам казалось, что ничего себе, какая новая революционная волна. Захватывают административные здания в Ереване, военные поддерживают протестующих и требуют от власти немедленной отставки, по крайней мере, премьера Пашиняна. А потом все вдруг замирает. Люди расходятся по домам, снимаются эти палаточные городки протестующих, и военные вроде бы как тоже, ну не то чтобы там забирают свои слова назад, а, ну, по крайней мере, перестают выступать с громкими заявлениями. Это произошло потому, что премьер согласился или там, я не знаю, анонсировал досрочные выборы? Или были какие-то еще, может быть, не такие какие-то там заметные, но какие-нибудь подковерные договоренности? Ну, скорее всего, были подковерные договоренности. Я уверен, что люди обращались к каким-либо медиаторам за пределами страны. Может, это были европейские послы, может, это была Россия и так далее, которые как-то устаканили эту ситуацию. Но в целом, если говорить о том, что произошло с заявлением военных, несмотря на то, что власти расценили это как попытку военного переворота, сейчас всем понятно, что никакой попытки военного переворота не было, потому что военный переворот – это когда входят танки на улице. На самом деле, как мне видится, военные просто дали карт-бланш оппозиции на действия, сказали, что если вы сможете скинуть его с помощью улицы, с помощью каких-то уличных протестов, то мы даем вам гарантию, что армия не будет в это вмешиваться, а оппозиция не сумела воспользоваться этим шансом, после чего Никол Пашинян смог снять с должности начальника главы генштаба, который, в принципе, был, можно сказать, главным инициатором вот этого протеста бунта военных, пункта генералов. А почему не вышло у протестующих, у оппозиции скинуть власть, если армия еще какое-то время была в стороне, а еще и обещала все-таки встать на их сторону, если у них будут какие-то подвижки? Что помешало? Какая-то там, я не знаю, убежденность Пашиняна в своей правоте? Может быть, помимо армии были еще какие-то спецслужбы у него, которые сохранили ему верность? Что произошло? Я, на самом деле, хочу подправить, да, один такой важный нюанс. Армия никогда не заявляла, что она выйдет на улицу. Армия просто сказала, что, ну, генералитет заявил, что мы требуем отставки Никола Пашиняна, и этим ограничился. То есть, никаких там движений, там, солдат, танков, техники и так далее в этот момент не было. Что помогло? Помогло то, что Николу Пашиняну удается капитализировать и, скажем так, разыгрывать каждый раз опыт, скажем так, и накопившуюся память народа или определенной части общества о старых временах и эксплуатировать вот эту ненависть, которая осталась к старым элитам. Сейчас весь раскол, который идет, он идет по... То есть, буквально, вот этих людей называют старые или бывшие, и вот, типа, мы новые силы, и он перевел этот конфликт, в том числе с армией, в плоскость конфликта старых элит и новых элит, и что позволило ему выиграть, потому что та часть общества, которая разочаровалась в политике Никола Пашиняна, она все еще остается разочарованной и старыми элитами, и не встает на их стороны. А та часть, которая... А его ядерный электорат, ядро костяки его электората, она будет поддерживать его при любых условиях. Напоминаю, Николай Тарасян, главный редактор информационного агентства Pan Armenian из Еревана, из Армении, сегодня по связи, сегодня по скайпу на связи со студией двойных стандартов. Николай, давай все-таки несколько слов. Хочу понять, кто такой Пашинян? Откуда взялся в армянской политике вот этот вот молодой, взбалмошный? Я вот сейчас не вкладываю в это слово никакого отрицательного положительного смысла, но он действительно по сравнению с вот этими всеми такими гладкими политиками, состоявшимися, такой действительно во многом взбалмошный. Откуда он взялся и за счет чего он смог добиться электорального успеха? Его электоральный успех, он полностью сформулирован вот успехом на 2018 году, успехом уличных акций в 2018 году, когда ему удалось скинуть режим, предыдущий режим, предыдущие власти во время Барханной революции, и ему удается пока что раз за разом это капитализировать. Посмотрим, как выйдет на этих выборах, потому что все-таки с позиции его очень сильно пошатнулись. А если говорить о том, откуда он взялся, так сказать, о генезисе Пашиняна, то этот человек, который в момент распада Советского Союза, он был еще школьником, в момент начала Карабахской войны он был студентом, и он был всегда таким человеком оппозиционного склада. И со всеми тремя президентами Армении у него были проблемы. При первом президенте его исключили из вуза, он остался без диплома фактически. При втором президенте он получил свой какой-то первый условный срок за клевету, он долгое время был редактором оппозиционной газеты. При втором, при третьем президенте он уже сел по-настоящему, получил срок за беспорядки, которые были в 2008 году во время выборов, когда первый президент пытался вернуться и работал. И Пашиняна в это время работал в тандеме с первым президентом, которого он критиковал, против тандема второго и третьего президента. Потом у него был конфликт и с первым президентом, и он разошелся с ним. И вот в 2018 году путем уличных акций он добился успеха. До этих уличных акций высокого рейтинга у него особо не было. То есть он был популярным политиком, популярным оратором. Его речи в парламенте набирали по десяткам, по десятке сотни тысяч просмотров. Я хочу напомнить, что население Армении 3 миллиона. То есть для нас это более серьезные показатели, чем для случаев с Украиной, с гораздо большим населением. И в итоге он сумел капитализировать усталость армянского общества от старых элит и ошибки, которые допустили предыдущие элиты, в то, что победил путем уличного противостояния. Вот его генезис. Вечная борьба, которая завершилась каким-то призом в качестве власти. Интересно вот сейчас разобраться. Ты говоришь о том, что его преследовали, его вынудили или отчислили из университета, что он попадал за решетку. Хочу из этого сделать вывод. Ты мне подскажи, правильно или неправильно. Из этого я делаю вывод, что до Пашиняна, до того, как он пришел к власти, в Армении опасно было заниматься политикой, опасно было находиться в оппозиции к действующей власти. Или я несколько преувеличиваю? Не совсем, потому что власть тоже проходила какой-то постоянный генезис. То есть, если смотреть на историю наших 30 лет, никогда не было такого, что, условно говоря, возьмем нашу родную Беларусь, там 30 лет сидит один и тот же человек, который более-менее понятно, как он руководит. У нас такого не было. У нас наша политическая система, она постоянно претерпевала какие-то извинения. Если до 2008 года, то есть Роберт Кучерян, который сейчас является основным оппонентом уже Пашиняна на грядущих выборах и которых грозится взять реванш, при Роберте Кучеряне был такой довольно жесткий авторитарный режим, который гораздо больше напоминал, ну не Лукашенковский, но, не знаю, может быть, ранее у Путина, когда еще есть какая-то оппозиция и в парламенте была оппозиция и так далее, то при сержесообщении, то есть при предыдущем нашем президенте, режим стал гораздо мягким. То есть людей стали, того же самого Никола Пашиняна спокойно пускали в телевизор, он выступал и на эмористических программах, и бывал, и в новостных программах, он везде был. То есть все это было, то есть не было такого, как закрытого режима, как в других подсоветских странах. То есть режим постоянно эволюционировал, и на самом деле вот где-то к 2018 году он подошел относительно, ну это был гибридный авторитарный режим, что-то в этом году. То есть понятно, что был олигархат, который контролировал выборы, понятно, что были власти, которые контролировали все телеканалы и так далее, но какой-то определенный плюрализм, свобода мнений, свобода действий митингов и так далее всегда допускалось. И за счет этого у нас все время происходила уличная митинговая активность. Что при Ливоне Тарпетросяне, первом президенте, были выборы, после выборов были митинги, эти митинги разгоняли. Что при Роберте Кочаряне эти митинги разгоняли. Что при Сержа Саркчане, который все-таки был политиком, скажем так, который не любил загонять людей в угол, который все-таки ждал, чтобы люди устали и рассосали сами собой, но уличные протесты, они всегда были. Другой вопрос, что сама дорога через выборы во власть для других оппозиционных, для сил, которые не являются властной элитой, она была закрыта. То есть ты мог получать какие-то свои 5, 6, 7 или 10 процентов в качестве оппозиционной фракции, получать какую-то шумную фракцию, шуметь в Совете Европы, шуметь в ПАСЕ, заступать по телевизору и так далее и подобное. Но как-то наступали именно выборы и момент за власть, происходило то, что вам всем, в том числе и вам, к сожалению, знакомо, происходили там сбросы в бюллетене, происходили какие-то столкновения, на улицы выходили иногда какие-то третушки, которые помогали делать эти вбросы и наружения, подклуп голосов и так далее. И успех Пашинина в том числе был обусловлен тем, что люди не верили, что они могут добиться смены власти электоральным путем. Напоминаю, Николай Таросян, журналист из Еревана, сегодня гость программы «Двойные стандарты». Об олигархах ты упомянул, что в Армении есть активные и влияют на политику олигархи. А эти олигархи, это же, ну, олигархи – это богатый человек, имеющий возможность влиять на принятие государственных решений. За счет чего олигархи в Армении стали олигархами? На чем они разбогатели и как смогли найти подходы к власти? Сейчас я начну с такого небольшого отступления, наверное, про самого гениального армянского олигарха, которого кличка у него бюстгальцер. Потому что этот человек начинал в 90-х годах на том, что он импортировал бюстгальцеры, а потом при первом президенте он получил какой-то ресторан, при втором президенте он получил монополию на сахар, а при третьем он получил право строить сеть супермаркетов в стране, и все бы хорошо, но при Пашиняне он тоже смог найти, если он в общей языке договорится, и сейчас он является крупным производителем текстиля и экспортирует этот текстиль в Италию. И параллельно он производит, скажем так, в кавычках виски, который он умудряется продавать сирийским курдам и иракским курдам. Я знаю, что ты был в Сирии, в Ираке, возможно, ты там даже встречал его продукцию. То есть вот этот весь, вся его дорога, она определенным образом показывает схему формирования олигархата. Если, допустим, в случае с Украиной у вас шел вопрос на контроле над какими-то там крупными предприятиями, над, может, какими-то земельными ресурсами и так далее, то Армения страна маленькая и как таковых каких-то крупных предприятий, которые остались после Советского Союза, здесь не было. И здесь, скажем так, источником для накопления капитала стали в основном монополии. Это были монополии на ввоз и продажу каких-то определенных товаров. Бензин у нас, например, очень долгое время завозило двое, сейчас заводят три компании. И владелец одной из них, кстати, который тоже бывший олигарху, сейчас будет баллотироваться в парламент от партии Пашиняна. Сахар завозил указанный Дойхи, Гаспатин, третий завезли что-то другое, четвертое, пятое, десятое. И вот так сложился какой-то круг определенных олигархов, которые контролировали существенный объем, в первую очередь, импорта в Армению, но также определенную часть производства. И на выборах, так как они, условно говоря, были, грубо говоря, лендлордами каких-то там условных больших территорий, больших по армянским меркам. И вот домашние крестьяне или жители маленьких городов, районов и так далее, они зависели от них. Воспроизводились они следующим образом, на парламентских выборах их работники, родственники и так далее, давали за них их голоса, и они попадали в парламент. И вот так работала эта система. То есть это такие люди, которые сначала оседлали какие-то торговые потоки, потом они смогли, что называется, подчинить себе сотрудников предприятий, которые на них работали, потом смогли подчинить их родственников и таким образом набрали политический вес. И умудрились сохранить политический вес вне зависимости от того, кто бы ни находился у власти. Как бы ни менялись первые лица в стране, эти олигархи оставались у себя, оставались влиятельными людьми. Или все-таки были какие-то, я не знаю, кто-то попадал в опалу, кто-то бежал из страны, кто-то терял свое состояние политического влияния. Или такого не происходило? Такое, конечно, тоже происходило, но уже сейчас можно сказать, что сложились, грубо говоря, такие потомственные олигархи в том смысле, что они уже 20-30 лет, у них есть большое накопленное состояние, они имеют свой вес в своих областях, в своих районах или в политике, и у которых все получается. Но такие процессы, да, они, конечно, были после прихода к власти Николая Пашиняна, например, лишился бизнеса и находится сейчас в розыске человек, который был и монополистом на импорт бананов и одновременно руководителем службы по принудительному исполнению судебных актов. Скажи, как это звучит? Вообще отлично, просто отлично. Ага, например, лишился также части своего бизнеса и там был вынужден уехать из страны. Рукавая президент Футбольной Федерации Армении, которых в свое время после выбора 2008 года отжал какой-то завод у другого олигарха, который сейчас баллотируется в рядах партии Никола Пашиняна. То есть какие-то такие инциденты были, но в целом можно сказать, что у нас прослойка крупного бизнеса, который относительно стабильно чувствует себя при любой власти, она в принципе сложилась. А медиа, в первую очередь телевизор, это олигархическая история или все-таки в основном это независимые какие-то издания или это государственные издания? Как выглядит рынок медиа в Армении сейчас? Ну если говорить о телеке, то здесь очень долгое время, до 2018 года все было ясно, был определенный плюрализм, то есть тебе можно было приглашать того же самого Пашиняна в эфир, разговаривать с ними, беседовать, и это делали, это приносило какой-то определенный рейтинг, в том числе этим же самым телеканалам, но все эти телеканалы, они подчинялись, скажем так, указке из каких-то там общих центров. То есть при Серже Сарксяне телевизоре было под плотным колпаком, и часть из них, часть из этих телеканалов, она буквально принадлежала, грубо говоря, семье, да, вот так. То есть это там у Сержа Сарксяна был зять, которому приписывалось, в общем, огромное влияние на медиаполе Армении, и он сохранил это влияние. После революции Никол Пашинян пока что, во всяком случае, он не пошел по телеканалам и не стал их отбирать. То есть у нас произошел определенный передел, появилась пара провластных телеканалов, но в целом сейчас у нас в сетке присутствует два-три довольно таких сильных, мощных телеканала, которые контролируются представителями старых элит, что Кочаряновской, что Сарксяновской, и они заставляют им очень сильную головную боль. То есть сейчас в телевизоре плюрализм есть, другой вопрос, что это не плюрализм в рамках одной и той же кнопки. Это плюрализм. То есть ты переключаешь канал и попытаешься на ту программу, которая тебе по вкусу, слушай то, что тебе по вкусу. Но вот именно такого, скажем так, телеканала, который бы обслуживал интересы всех общественных групп, вот такого нет. Каждая из них все-таки обслуживает интересы какой-то определенной политической тусовки. В основном, за исключением, может, одного исключения, одного телеканала, который тоже частный. Николай Таросян с нами по скайпу на связи из Еревана, главный редактор информационного агентства «Пан Армения». Ты сейчас упомянул, что вот меняются власти, меняются подходы, была революция, революция, которая привела к власти нынешнего премьера Никола Пашиняна. Хочу тебя спросить, а не было каких-то попыток со стороны новой власти, ну вот, например, запретить старые политические силы? Например, привлечь кого-то из первых лиц этих политических сил к уголовной ответственности, к политической ответственности? Или вот как-то это все, поменяли власть и поменяли, а дальше как получится, так получится? Конечно было, помимо некоторых уголовных дел, которые были возбуждены против разных депутатов, министров, замминистров и так далее. То есть таких дел десятки. Два самых громких уголовных дела – это дело о расстреле митинга 1 марта. Это, я напомню, 2008 год, когда Левонтер Петросян, который первый президент, и Никол Пашиняна, который нынешний премьер, они были в одном лагере, и они пытались отстранить от власти после выборов в тандем Роберта Кочеляна и Сержа Саксина. Все это закончилось расстрелом и десятью погибшими. И обвиняемыми по этому делу после смены власти стал второй президент Роберт Кочелян, стало несколько генералов, в том числе бывший министр обороны и в том числе уже сейчас бывший глава генсек ОДКБ, то есть Российского военного альянса под эгидой России, что, конечно, вызвало очень нервную реакцию в Москве, как сам факт, что судят человека, который является председателем пророссийского военного альянса, так и факт того, что судили Роберта Кочеляна, который является личным другом Владимира Путина, одним из его немногих личных друзей. И второе дело касается Сержа Сарксяна, оно касается там, что-то там, не такое, не настолько серьезное, то есть там не связано с кровью, с убийствами и так далее. Он обвиняется по факту там вороства солярки, что-то в этом роде, да, то есть там, не знаю, там, украли, условно говоря, солярку на 2 миллиона долларов, и он проходит там в качестве обвиняемого. То есть люстрация идет, но пока каких-то конкретных результатов ее нет, то есть никого, никаких политических сил не запретили, не запретили им участие в выборах, никого пока еще, или уже кого-то посадили? Ну, посадили, опять-таки, второго президента посадили, но не смогли посадить окончательно, потому что Конституционный суд признал, он обвинялся по факту свержения государственного строя, но Конституционный суд признал антиконституционной статью о свержении государственного строя, потому что она была, в принципе, написана довольно-таки безграмотно. И вот это, то есть само уголовное преследование Роберта Катериана, оно тоже поступило, стало триггером очень сильных крупных политических событий в Армении, в частности, Никол Пашинян в 2018 году после того, как суд в первый раз постановил выпустить на свободу Роберта Катериана, он дал приказ просто физически окружить суды и продемонстрировать эту силу и возможность давления на судебную власть, что было крайне негативно воспринято, как определенными кругами внутри страны, так и за ее пределами. И вот сейчас фактически весь этот процесс, он завершился ничем, потому что до того, как начинаются такие процессы, не была проведена какая-то, ну, грубо говоря, ротация судей или что-то, да, то есть судебная власть, она осталась такой же, как она была в предыдущие времена. С одной стороны, она продемонстрировала умение работать независимо от Пашинян, но с другой стороны, Пашинян очень стремился взять эту судебную, подмять эту судебную систему под себя, а не просто там убрать других. С другой стороны, эта судебная система, она все-таки вызывает вопросы, мягко говоря, серьезные вопросы насчет того, насколько она справедлива, прозрачна и беспристрастна в вопросе судебного преследования бывших олигархов, чиновников и так далее. В принципе, можно сказать, что речь идет о небольшом количестве людей, которые сели, и большинство из них просто находятся либо под розыском, либо уехали куда-то, и все. Речь просто заплатила и откупилась. Еще интересный момент. Когда Никол Пашинян пришел к власти по результатам революции, я так понимаю, что там где-то в России Кремля наверняка напряглись, а у нас здесь в Украине были ожидания того, что да, он, скорее всего, он не совсем не такой уж пророссийский, как все предыдущие руководители Армении, возможно, даже он отчасти какой-то антироссийский и вполне может быть и так или иначе союзником Украины в противостоянии с Россией, с государством-агрессором, напавшим на Донбасс и захватившим Крым. Насколько вот эти вот ощущения от Пашиняна, как не совсем пророссийского политика, подтвердились или, наоборот, не получили подтверждения? Я бы, честно говоря, вот сейчас, когда я смотрю на его предыдущую риторику, так сказать, задним числом, у меня возникает больше ощущение, что он был не столько антироссийским, потому что во время, когда он был еще в оппозиции, у него была антироссийская ритория, риторика, сколько он просто использовал антироссийскую риторику, как прием, грубо говоря, борьбы с предыдущим режимом. Если бы предыдущий режим был бы прозападным, он бы был пророссийским, условно говоря. Ну, ты понял, да? От противного. Играть от противного. Да, он играл от противного, да. На самом деле, там некоторые шаги, которые там могли там выбить из России, он совершал. Часть их была совершена просто по недальновидности, не так, чтобы он специально там делал такие вещи. Часть, он просто не понимал, и вот эта новая элита, она не понимала системы там взаимоотношений с русскими, с Москвой, как ее строить и так далее. И какой-то холодок в отношениях все-таки сложился, потому что, ну, мы понимаем, что вот там элиты, которые там привыкли работать друг с другом годами. То есть сидит там какой-то, условно говоря, российский министр, который там десятилетиями работает с какими-то своими армянскими коллегами, там у них все схвачено, все, они давно друг с другом знакомы и так далее. Тут, бас, приходят какие-то молодые люди, которые, и по-русски толком иногда они разговаривают, и непонятно вообще, что с ними делать и как с ними строить какие-то отношения. Да и те-то не совсем понимают, потому что большую часть своей молодости они провели в каких-то там прозападных МПО, боролись с коррупцией и так далее. И тут ты, ну, дословный пример, руководитель нашего Совета национальной безопасности, он бывший сотрудник Transparency International. Ну, как ты думаешь, какая будет у России реакция на то, что сотрудник такой западной структуры становится главой Совета национальной безопасности в стране, которая твой союзник? Такой холодок на уровне неправильной кадровой политики и так далее возникал. Но, в принципе, можно сказать, что каким-то резко антироссийским политикам он себя показать не успел. И это и не намечалось. Когда он понял, что он будет брать власть, он, наоборот, начал говорить о том, что... Когда он понял, что власть падает ему в руки, он начал говорить, что нет, мы будем выстраивать крепкие отношения с Россией и так далее. И это объективная реальность, на самом деле, потому что любой армянский политик, он все-таки исходит из географии. Из географии и из понимания того, что у тебя под боком 80-миллионная Турция, которая не имеет с тобой дипломатических отношений и не собирается открывать с тобой границы и грозится иногда прийти и довершить все то, что она сделала в 1915 году. А с другой стороны, у тебя карабахские конфликты, 9-миллионный Азербайджан в союзной Турции. И единственная, более-менее неадекватная реальная сила, которая у тебя есть для того, чтобы противопоставить этим двум, это остается Москва. Что делать? Это не вопрос симпатии или антипатии, это вопрос просто реальной ситуации, как из этого представить. Вот он тоже был якобы не совсем пророссийский, потому что он делал и митинги против ЕАЭС и так далее. А связь закончилась тем, что он стал самым пророссийским политиком в Армении, наверное. Николай Тарассян по скайпу из Еревана с нами сегодня на связи. Ну вот смотри, в Украине тоже география такая, что вот Россия под боком. И вообще и куда более, как мне кажется, были там и культурные и чисто человеческие связи с россиянами. Но россияне взяли, на все это наплевали, россияне взяли и оккупировали часть, часть украинской территории. И нужно теперь жить в каких-то, пытаться учиться, и Украина этим занимается вон уже 7 лет. Жить в новой реальности, жить в реальности, когда тот человек или там та страна, которая годами рассказывала, да мы братья, оказалась главным врагом. Нет ли опасности, что и Россия в какой-то момент поступит точно так же? Тем более мы видим, что ей совершенно ничего не стоит. Она не считается ни с какими там давними человеческими и культурными связями, и делает только то, что выгодно ей здесь и сейчас, а не тем, кого она называет своими союзниками. Ну да, Россия империя. Россия относится к странам, которые идут на периферии, скажем так, как к странам, в которых надо исполнять свои там, не знаю, запросы, получать что-то, что им от этого надо. Это относится к равной степени к любой империи, и это относится к равной степени к любой стране, которой там не повезло или повезло там быть у нее на периферии, что к Украине, что к Белоруссии, что к Армении и так далее. То есть любая из наших стран, она как-то пыталась выстроить свои отношения с оперативным центром, да, одним из центров протяжения или там центров силы, да, с Москвой. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже, и, не знаю, у каждого из нас в итоге все это вылилось в какую-то свою определенную трагедию. У вас это то, что произошло в случае там на востоке страны, и у нас это то, что вот произошло недавно в Карабахе, потому что у нас, несмотря на то, что сейчас, в принципе, мир там сохраняется путем наличия там российских миротворцев, очень много претензий по поводу того, вела ли себя Россия по-союзнически в отношении Армении во время этого конфликта, потому что в ходе этой войны были в том числе удары по армянской территории, были очень-очень-очень прозрачные намеки Никола Пашинена на помощь, на то, чтобы прикрыли хотя бы вот эту часть, но все это закончилось просто ничем. То есть да, Россия будет всегда исходить из своих интересов. Как-то объясняли это, вот были обращения, да, более чем прозрачные намеки армянского руководства с призывами помочь. Как-то объясняли россияне, почему они не реагируют на эти призывы, или просто делали вид, что, ну, не понимают этих намеков более чем прозрачных? Ну, например, когда произошел удар по ракетному комплексу на территории непосредственно республики Армения, Армения там обратилась ВДКБ и, в общем, куда-то еще, да, у нас еще есть Россия двусторонний договор, и ВДКБ заявили, что мы формируем комиссию для того, чтобы там выяснить, был ли батчик, грубо говоря, уничтожили ли этот ракетный комплекс на территории Армении. Это при том, что и Азербайджан официально заявил, что мы уничтожили этот ракетный комплекс на территории Армении. Например, в последний день войны был сбит российский уже вертолет, не армянский, а российский вертолет над территорией Армении. Баку быстро там признал, что мы это сделали и так далее, но никаких последствий не было. То есть факт остается фактом, что если, что Россия будет действовать исходя из своих интересов, а не исходя из армянских интересов или украинских интересов и так далее. Теперь, как так получилось, ошиблись ли наши политики, что наши, в смысле и наши, и ваши, что они смогли как-то синхронизировать интересы, или это там суть такой имперской политики. Это уже, наверное, разговор на более широкую такую программу и более такой долгий формат. Скажи мне, пожалуйста, вот ОДКБ, организация договора коллективной безопасности, в которую входит и Россия, и Армения, и ряд других государств бывшего Советского Союза, там Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, если я не ошибаюсь. Это такой, как выясняется сейчас, бумажный тигр? Это такой бумажная антината, которая существует только где-то там в подписанных соглашениях и в головах у каких-то политиков? Или это действительно какой-то более-менее способный, боеспособный политический военный альянс, который, ну вот просто сейчас россияне решили по какой-то причине не включать в работу? Ну, не только сейчас. Это естественно, что это просто бумажный тигр. Это просто формат для этих стран отношения с Россией. То есть, ну какие есть общие коллективные вызовы безопасности у Армении и у Кыргызстана или там у Беларуси и у Казахстана? Понятно, что их никаких нет. Представим на секунду, что из этого альянса выключилась Россия, и мы просыпаемся и видим, что там Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, они являются военными союзниками. Что мы сделаем? Еще Таджикистан там. Да, еще Таджикистан, кажется, там понятно, что мы сразу там разбежимся. И это не в первый раз. Я хочу напомнить, что вот и сейчас, вот когда азербайджанские войска присутствуют на территории Армении, Армения опять обратилась в ВДКБ и там никакого процесса не происходит. Я хочу напомнить, что незадолго до последних событий были столкновения на границе Киргизии и Таджикистана, и там тоже было обращение в ВДКБ. И ничего опять не произошло. И я еще помню погромы 2010 года в Киргиз, в Киргизстане, узбекско-киргизские погромы, когда тоже было обращение, после одной из тамошних очередных революций, когда было обращение киргизов в ВДКБ с просьбой о помощи, помочь остановить эти погромы, но тоже ничего не последовало. И то есть некоторые лица ВДКБ, в частности, например, батька Александр Лукашенко, он заявлял вполне официально, что белорусские войска никогда не будут воевать ни за кого, ни на какой чужой территории. То есть это честная позиция, потому что и армянские войска никогда не будут воевать за белорусские интересы. Это просто формат взаимоотношения этих стран с Россией. Зачем это нужно с Россией? Ну, возможно, это остатки былой славы. Остатки, как вот это, напоминает о Варшавском договоре, об организации Варшавского договора, я не знаю. В любом случае, нам это нужно как формат отношений с Россией, а не как формат отношений с Казахстаном или с Белоруссией. Я напоминаю, что Николай Таросян сегодня является гостем программы «Двойные стандарты», главный редактор информационного агентства «Пан Арменин». Николай, скажи, пожалуйста, все-таки кто виноват в том, что армия Нагорного Карабаха и армия Армении проиграли войну за Нагорный Карабах? Это вина и провал нынешних властей? Это вина и провал предыдущих властей? Вина и провал России? Или это просто такая субъективная реальность, что Азербайджан оказался сильнее, он смог, не знаю, большую международную поддержку собрать, смог лучше подготовиться к этой войне? Что вообще произошло? Очень сложно разделить, однозначно ответить на этот вопрос, потому что там очень много подводных камней, и мы, на самом деле, до сих пор очень многого того, что происходило во время войны, не знаем. Оппозиция обвиняет в последнее время в намеренной, можно сказать, сдаче Нагорного Карабаха и в том, что его ошибки, просчеты в отношениях с Россией, в припостроении армии и так далее привели к вот этому разгрому. Чисто технологически, на самом деле, мы увидели огромное отставание армянских вооруженных сил от азербайджанских, которым в том числе помогали турецкие инструктора, помогали, там присутствовали турецкая авиация, которая совершала боевые вылеты и сбивала, в том числе, армянские самолеты. Там были наемники Сирии, которые использовались как пушечное мясо. То есть, если не перекладывать вину отдельно на какие-то политические группировки эти-те или эти, осмотреть на то, в чем ошиблась Армении в целом, то мы можем сказать, что она была не готова к этой войне в технологическом смысле этого слова, потому что Азербайджан победил в первую очередь благодаря беспомотникам. Мы не были готовы в политическом смысле этого слова, потому что когда сюда, когда в регион пришла Турция, турецкая авиация, турецкие инструктора, понятно, что Армения не может их выключить. Даже если там мы собьем один самолет, два самолета, пять самолета в Турции, Турция там пришлет еще пять. И что? И ничего. И так до бесконечности. То есть, тебе нужен был серьезный союзник в лице, например, России, которая не включилась. То есть, мы неправильно построили отношения с ней, или там были какие-то определенные просчеты. И была еще ошибка, наверное, российского руководства, которая не смогла, в суде, по всему, она не смогла убедить армянскую сторону пойти на мирные переговоры каким-то мирным путем. И решила просто не вмешиваться. Во время войны Лавров, говоря о предыдущих планах мирного урегулирования, которые там предполагали, там, вывод войск из нескольких районов, и вот миротворцев, он использовал такую фразу «Не было бы счастья, да, несчастье помогло». Мол, не произошло это все мирным путем, теперь произойдет войной. То есть, да, то, что произошло, это в определенном плане, может, не в тех объемах, которые произошли, но частично это устраивает и Россию в том числе. То есть, проигравшая сторона, на самом деле, только Армения. Россия получила миротворцев на этой территории, куда она давно хотела попасть. Азербайджан получил часть земли, Турция получила присутствие на Южном Кавказе и ничего не получила, только Армения. То есть, Россия свой такой замаскированный под миротворческий оккупационный контингент давно хотела притащить в Карабах, в Армению, вообще в регион? Ой, ну я бы не назвал это, на самом деле, оккупационным, потому что это миротворческий контингент, и сейчас он, то есть, если бы сейчас там не было этого контингента, там бы произошла этническая чистка. Как она произошла во время войны, когда там просто людям отрубали горловы на камеру, расстреливали их и выкладывали это в ТикТок, в Инстаграм и так далее, и делали это абсолютно не стесняясь. То есть, у нас, у армянских журналистов, правозащитников, сейчас скопилось просто, не знаю, сотни видеозаписей, там, углубления над трупов в уничтожении церкви и так далее, там, подобное, которое делает военный. То есть, я бы, я и все мы понимаем, что сейчас произойдет с этими людьми, которые там остались, если оттуда выведут российские войска. Другой вопрос, что Россия хотела туда поставить миротворцев для того, чтобы иметь больше значков влияния, что на Армению, что на Азербайджан. То есть, Карабах сам по себе, то есть, это маленькая территория в горах, она особо ничего для России не значит. Это не Крым, да, где стоит Черноморский фронт, условно говоря, это просто небольшой, там, осколок в горах. То есть, это просто сейчас получился дополнительный рычаг влияния на Армению и на Азербайджан. И все. Но население, оно, в принципе, там относится к российским войскам довольно тепло. 30 лет, 30 лет был заморожен конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Были же все время какие-то попытки мирного регулирования. Были какие-то, как шел какой-то переговорный процесс. Армения даже не стала признавать Нагорный Карабах независимым и тем более частью своей территории. Почему этот мирный процесс не сыграл? Почему этот мирный процесс так ни к чему и не привел? Ну, если говорить очень упрощенно, то существует Нагорный Карабах, и существовали территории вокруг него, которые были бывшей Азербайджанной населенной территорией, и которую Армения называла поиском безопасности. Как это в самом начале рассчитывалось следующим образом, что мы даем вам поиск безопасности, мы возвращаем вам вот эти территории, условно говоря, минус один район, который... Это Армения говорила Азербайджану. Да, если очень упростить, то суть всего мирного процесса заключалась в следующем. Мы возвращаем вот эти районы, которые находятся для того, которые мы на самом деле брали для того, чтобы невозможно было обстреливать Степанакерт и другие армянские населенные пункты из обычной ствольной артиллерии, потому что от города Агдам, который все, наверное, знают, до центра Степанакерта можно там бить гаубицей, ну, если не D30, то D20 точно. И это происходило во время войны, то есть захватывали тогда этот город не как сама цель, а для того, чтобы оттуда не обстреливались из дома. И армянская страна говорила, окей, ребят, мы говорим о мире, мы вам возвращаем вот эти территории, минус один район, который нам нужен, для того, чтобы иметь, условно говоря, очень надежную сухопутную связь с Арменией, и вы признаете независимость Нагорного Карабаха. Все это время, все эти 25 лет разговоры и диалог шел вот именно в той или иной конфигурации, в этом русле. Предлагалась, предлагалась схема отложенного референдума, как-то армяне будут, когда сперва возвращаются эти районы, туда вводятся миротворцы, а потом через, не знаю, 10 или 5 лет проходит какой-то референдум и так далее. Но Азербайджан каждый раз, он отвергал эти возможности. И, в принципе, конфликт, он не всегда был замороженным. Относительно замороженным он был до прихода к власти Ильхама Алиева. Я могу рассказать вот такой интересный случай, что... Давай прервемся, давай прервемся на короткую паузу, на рекламу и новости, и начнем следующий, следующий отрезок эфира, как раз с истории о приходе к власти в Азербайджане Ильхама Алиева. Возвращаемся в эфир. Вынужден был я перебить моего собеседника Николая Тарассяна, главного редактора информационного агентства «Пан Армения» из Армении, из Еревана. Итак, пришел к власти младший Алиев, сменил своего отца на посту главы государства в Азербайджане. Алиев младший, что произошло? Произошло следующее, что это совпало с поступлением первых серьезных денег от нефти в Азербайджан, и в Азербайджане началось меняться, наносился меняться подход к этому конфликту. До 2006 года, 2006, может, даже седьмого, до 2004 уж точно, ситуация на летний фронт, она всегда была дестабильна, всегда происходили обстрелы, и какие-то такие более-менее, в том числе иногда доходило до инцидентов с диверсионными группами и так далее. Но в целом, например, один из моих друзей, который служил на границе, они договаривались с азербайджанскими солдатами, и они вместе собирали урожай гранатов. На 23 февраля армянские и азербайджанские солдаты, они послали друг другу бомбонерки и шоколад. То есть были какие-то нормальные такие человеческие отношения, линия, то есть там не было на самом деле каких-то двух армий, стояли две оборванные голодные армии, стояли какие-то пацаны, которым хотелось больше там пообщаться, поругаться и похулиганить, чем, грубо говоря, воевать. Потом, в 2006 году, с 2006 года начиная, Азербайджан начал потихоньку-потихоньку все-таки и более серьезно окапываться на границе, и закупать вооружение, и ужесточил риторику, и все это превратилось уже в такую бетонированную линию соприкосновения, то есть там были серьезные окопы из бетона и так далее, и все вот это межокопное общение сошло на нет, оно обнулилось, и просто там стояли, две армии сидели в окопах и периодически били друг по другу из артиллерии, там были проставлены диверсионные вылазки и так далее, то есть шла такая тяжелая, долгая, можно сказать, велотекущая окопная война в стиле, там, может, Первой мировой или что-то в этом роде, но, понятно, не с таким количеством жертв. Дважды Армения и Азербайджан подходили, в принципе, к заключению мирного договора. Один раз это было в 2001 году, и другой раз, второй раз в 2011 году. Если говорить в 2011 году об Ильхаме Алиеве, то армянский президент и азербайджанские, они уже вылетели в Россию, в Казань, нет, извиняюсь, в общем, они вылетели в Россию на подписание мирного документа, то есть президент Армении, бывший, Сергей Ахсен, рассказал, что он имел даже разговор с госсекретарем США тогдашним, который поздравил его с грядущим подписанием и установкой мира и так далее, но в последний момент, когда уже армянская сторона уже настроилась на подписание, в ходе Ильхам Алиев выдвигает 10 новых требований, которые касаются референдума, вывода войск и так далее, и каких-то технических деталей. Армянская сторона отвергает это предложение, это воспринимает как Димарш, и вот эти последствия, последствующие 10 лет, это уже 10 лет постоянного нагнетания, эскалации. Потом война 2016 года и 2020 год. Скажи, пожалуйста, США, насколько сильно влияние этой страны на Армению, на армянскую политику? Есть же такое представление, что вот в Штатах огромная, очень влиятельная армянская диаспора, эта диаспора может влиять на Сенат, диаспора может влиять на Белый дом, по крайней мере на уровне Штатов представлены представители этой диаспоры, прошу прощения за тавтологию, где-то там в Конгрессах и в Сенатах. Это легенда или действительно есть какое-то такое вот мощное лобби армянское в Соединённых Штатах Америки? Ну, оно, конечно, есть, но оно не настолько мощное, насколько оно кажется, да, и со стороны, потому что у армянской диаспоры тоже есть свои определённые проблемы там, как сколько лет, с десятилетиями армянская диаспора пыталась добиться признания факта геноцида армян, но добилась она этого только при вот новой администрации, при Байдене. То есть, она, это лобби, оно далеко не всесильно. И Соединённые Штаты ведь тоже это не та страна, которая действует только по там указанию каких-то внутренних групп влияния и так далее. Она смотрит, где у них есть какие интересы и действует, исходя из этого. Ну, то есть, понятно, что никакой там авианосец не приплывёт в Армению и не будет решать, условно говоря, за Армению какие-то задачи. Ну, например, армяно-американские отношения, они хватают на то, чтобы там Армения, чтобы США довольно там вольно относились на контакты Ирана и Армении с учётом того, что Иран находится под санкциями. Потому что Иран это один из наших немногих открытых коридоров во внешний мир. То есть, политики, которые там из предыдущей организации Армении, они много раз рассказывают, что типа вот с беседой, в беседах с американцами, когда им что-то говорят про Иран, типа, что вы опять снимите так-то, так-то, они им объясняют, что, ребят, мы вынуждены это делать, потому что что, если не работать с Ираном, то полностью идти, уходить в взаимовляне России, вам это нужно, и ладно, хорошо, закроем на это глаза. Как-то вот так это происходило. В том числе, Америка одна из немногих стран, которая, она даёт гуманитарную помощь на разминированную природу на Горном Кармахе. А вот взаимоотношения с Ираном тоже интересны. Вроде бы, казалось бы, с Азербайджаном единоверцы, и там, и там мусульмане-шииты, а тем не менее поддерживают в конфликте не азербайджанцев, не своих единоверцев, а армян. Как так вышло? Такие, к чему вот как так вышло? Какие предпосылки привели к этому? Ну, у Ирана тоже, на самом деле, своя игра. Тегра никогда не поддерживала открыто ту или иную сторону. Но в первой войне, да, с одной стороны, мы выжили благодаря того, что к нам шли нефтепродукты, печки, просто керосинки из ирана. Я помню, я в детстве ел иранское печенье, как-то омерзительное и так далее, но это была единственная моя сладость, которая была нам долгое время доступна. Но с другой стороны, Иран, например, в том числе, в ходе первой войны, он подготовил, кажется, два батальона азербайджанских команд. У него своя игра. У Ирана цель не допустить усиления Турции и Израиля в регионе. И исторически очень многие в Иране смотрят на вот эти терки вокруг Карабаха, как, ну, скажем так, вот у них, вот их имперцы относятся к тому, что происходит на Южном Кавказе как к борьбе бывших своих сателлитов за какую-то зону в Ляде. То есть, можно до сих пор встретить каких-то таких иранских националистов, которые говорят, что, типа, Карабаха это не ваша земля и не наша земля. И Ереван, и Баку это вообще исторически наши города. То есть, Иран это такая довольно интересная страна со своей спецификой. Я плохо ее знаю и не возьмусь много о ней судить, но могу сказать, что на самом деле и сейчас Иран играет опять-таки в обе стороны. И в сторону Азербайджана и в сторону Армении. У нас осталось совсем немного времени. Напоминаю, что сегодня гостем программы «Двойные стандарты» стал Николай Тарасян, главный редактор информационного агентства «Пан Армениан» из Армении, из Еревана. А еще один сосед – Грузия. Как отношения с Грузией? Все-таки тоже Южно-Кавказское государство. Все-таки общая история. Отчасти все-таки так или иначе общая религия, потому что, несмотря на все различия, и та, и другая нация – это христиане. Как складываются отношения сейчас между Ереваном и Тбилиси? Они ровные рабочие отношения. Уровень отношений между Ереваном и Тбилиси ниже, чем между Баку и Тбилиси и Ангарой и Тбилиси, потому что в Грузии существуют серьезнейшие турецкие и азербайджанские инвестиции. Это инвесторы номер один в Грузии. И у нас тоже есть проблемы, есть какие-то исторические проблемы, например, которые касаются армянских церквей, которые находятся в Тбилиси. У нас не демортированы границы, но это не вопрос территориального конфликта. И так как у Грузии есть свои какие-то нерешенные территориальные споры с Абхазией и Южной Осетией, как ты знаешь, там два региона, которые откололись. Которые не сами откололись, которых откололи. Ну, это вопрос интерпретации. Я бы не стал, наверное, так слишком упрощать, потому что ситуация там... Вообще на Кавказе ситуация гораздо сложнее, чем между отношениями между Россией и Украиной, потому что иногда все-таки мы не можем судить о конфликтах друг с другом, калькируя отношения свои на грузинские и так далее. Но если возвращаясь, то у Грузии есть свои проблемы с территорией, которая населена с Абхазией, с Южной Осетией. И в том числе на территории Грузии есть два крупных региона, которые населены соответственно армянами азербайджанцами, это Саймс Хаджавахэти и это Бурчалы, так называемый. Если азербайджанцы, они не показывали никаких таких сепаратистских настроений никогда, но в Армении, так как в случае с Арменией был Нагорно-Карабахский конфликт, у Грузии была долгое время опасность того, что это настроение может перекинуться в том числе на армян и населенную часть Грузии, но армянскими элитам и грузинскими элитам в сотрудничестве друг с другом удалось вот это опасение грузинской стороны загасить. То есть Армения и Грузия являются мы не скажем, что мы являемся союзниками, мы являемся хорошими партнерами, мы являемся серьезными то есть армяне одни из самых главных туристов, которые ездят в Грузию и оставляют там деньги, то есть Армения важна для Грузии в том числе как источник денег, а Грузия важна для Армении как стабильный и надежный путь транзита из Закавказья, но вообще исторически так сложилось, что между армянами и грузинами всегда были какие-то грубо говоря терки, но никогда до вооруженного конфликта и так далее не доходило. Мы воевали за всю нашу двух-трех тысяч летнюю историю друг с другом я имею ввиду что-то около месяца в 1918-1920 годах во время Кавказской республики, когда восстановились независимость Армении и Грузии вот как раз за эти территории мы слегка там некоторое время успели повоевать. Это по-моему это единственный вообще конфликт за всю вот эту историю за две с половиной тысячи лет. Армяно-грузинские отношения они просто описываются можно сказать анекдотами, когда грузины рассказывают анекдоты об армянах, армяне о грузинах и мне прекрасно пусть таки остается. У нас около двух минут осталось до конца программы хотел у тебя все-таки к самому концу уже спросить скажи пожалуйста как Армения справилась с пандемией коронавируса и справилась ли и насколько тяжелым был удар по экономике вообще по всей жизни страны из-за пандемии справилась неважно в 2020 году моментом мы были чуть ли не в десятку лидеров ходили по заболеванию и смертям на душу населения у нас около на трехмиллионную страну у нас около четырех с половиной тысяч жертв коронавируса и еще там около тысячи с лишним жертв людей которые умерли от болезней от других болезней но которые были осложнены коронавирусом то есть это довольно серьезная цифра для Армении и в том числе это стал таким очень серьезным испытанием для самой системы государственного управления и для системы медобслуживания если система медобслуживания на ходу бедно справилась то очень многие обозреватели сегодня говорят что плохая и несвоевременная реакция государства на эпидемию стала одним из тех триггеров которые показала Азербайджану слабость государства и в общем сыграла свою роль при решении начать войну то есть еще и таким военно-политическим фактором стал коронавирус не только экономическим не только не только бедой которая унесла жизни многих людей но еще и повлияло на политику на оборонную способность страны тоже не только не только на оборонную способность сколько по мнению некоторых аналитиков продемонстрировала слабую координацию армянского правительства армянского государства во время кризиса потому что мы например не могли перекрывать какие-то города и устроивать нормальные карантины то что получалось у грузин у тех же самых в 2020 году они прекрасно справлялись там устраивали карантин и так далее мы это проваливали и люди которые сидели в Баку и анализировали действия армянских властей скорее всего они видели что вот у ребят вот здесь вот здесь проблемы с координацией они делают приказы но вот эти приказы не исполняются скорее всего при войне это будет так же возможно это играло свою роль в решении начать войну уже осенью спасибо большое Николай я напомню что гостем сегодняшней программы двойные стандарты стал главный редактор информационного агентства Pan Armenian из Еревана из Армении Николай Тарасян еще раз благодарю тебя и на этом прощаемся всего хорошего подписывайся на канал Радио НВ Ось тут